В эфире события, в студии Юлия Шарапова. Здравствуйте, в этом выпуске. Пять часов непрекращающегося огня, очередной массированный обстрел Донбасса, горловку бомбят танки силовиков, попытка прорыва линии соприкосновения. Это начало масштабной операции киевской армии. Миллионные растраты бюджета, дело о крупных ещениях во Владивостоке. Почти сотни свидетелей судят бизнесмена Олега Дроздова, как он воровал во время подготовки к саммиту ОТЭС-2012. Плюс один к смертной статистике южнокорейского вируса. И новые инфицированные. Вакцины пока нет. Власти пытаются заблокировать распространение эпидемии. Не выйдет ли она за пределы страны? Почти 30 обстрелов за минувшие сутки со стороны силовиков зафиксировали ополченцы. В основном огонь открывали из минометов. Кроме того, военные нанесли несколько ударов из танков. Огонь вели по Горловке и Широкину. Массированные атаки подвергся в очередной раз Донецк. Там погибла женщина в ЛНР. Есть потери среди ополченцев. Руководство Народных Республик опасается, что Киев готовит новую наступательную операцию. Илья Андреев следит за ситуацией. Жители Горловки приводят свои дома в порядок. Насколько это возможно? Часть квартир после прямых попаданий для проживания уже непригодна. Вокруг сотни металлических осколков. Местные домохозяйки не хуже экспертов ОБСЕ могут определить по ним и калибр, и тип орудия. Это получается, сегодня обстреливали 120-ками, 152 или 155 миллиметров. Это идет тяжелое вооружение, которое должно было отведено на 70 километров. Ух ты! Артиллерия работала по Горловке не меньше шести часов. Без перерыва по городу выпустили десятки снарядов. Как минимум несколько человек пришлось госпитализировать. Обстреливали накануне и Донецк. Здесь тоже били по жилым кварталам. Только за минувшие сутки повреждено 8 домов. Стреляли из гранатометов, минометов и танков. Это чокнуться можно было. Такие взрывы были. Мы в погребе прятались все с мужем. Это мужик сбили. Зарезали список на родине. Потом все-то кошмары были. Летит снаряд, разрывает. Вот это вообще. Власти непризнанной Донецкой Республики уверены, эта канонада только пролог широкомасштабной наступательной операции ВСУ. Расцветка ополчения отмечает скопление тяжелой техники сразу в нескольких местах предполагаемых прорывов линии обороны. Возможно, силовики всерьез решили ударить по Донецку. Призываем украинскую сторону немедленно прекратить любые действия, ведущие к намеренному срыву минских договоренностей и отвезти все стянутые к линии разграничения войска и технику на установленные соглашения в расстоянии. Официальный Киев отрицает нарушение минских договоренностей, хотя силовики признают, что часть тяжелой техники вернулась к линии соприкосновения, а сами военнослужащие не скрывают. Их цель – Донбасс. Желательно весь. Будут умирать, но будут держать свои рубежи. Никто бежать уже никуда не собирается и не собирался никогда. Всем уже давно понятно, что Донбасс – это Украина. Но охотников стоять до конца, а тем более штурмовать укрепление ополченцев, все меньше. План призыва на Украине практически сорван. В Харькове призывников ищут в автобусах и обходят квартиры. В Днепропетровске вручают повестки прямо на блокпостах. Официально, с целью лучшего учета военнообязанных на практике, всех мужчин призывного возраста загоняют в военкоматы. Мы оповещаем граждан военнообязанных призывного возраста, чтобы они приходили в военкомат и уточняли свои военноучетные специальности, место жительства. В то же время в Донецке принимают присягу новые ополченцы. И добровольцев защищать город от предполагаемого вторжения достаточно. Тем более, что экономическая блокада региона оставляет все меньше шансов договориться с Киевом по-хорошему. Украина на данный момент только оставила один попростной пункт, который находится в Горловке. В Луганске вообще только первый один существует. Тем самым Украина лишний раз подверждает о том, что она отказывается от этих территорий. Но в Донецке и Луганске пока не теряют надежды на дипломатическое урегулирование конфликта. Власти непризнанных республик, так и не дождавшись от Верховной Рады полноценного закона о статусе Донбасса, выступили со своими предложениями по изменению Конституции. Киеву снова предлагают сохранить контроль над Донецкой и Луганской областями в обмен на широкие полномочия местных властей. Ответа от Украины пока не последовало. Илья Андреев, Артем Данцевич, ТВ-центр. Киев намерен распродать госкомпании. Причем главных покупателей ждут из США. Об этом заявил Арсений Яценюк во время рабочего визита в Вашингтон. Премьер выразил надежду, что американские инвесторы охотно будут вкладывать деньги в украинские предприятия. И впоследствии, когда начнется процесс приватизации, приобретут их на самых прозрачных условиях. Страна сейчас находится в тяжелом политическом кризисе, фактически на грани дефолта. В очередной раз Яценюк пообещал, что Киев вернет контроль над Донбассом и Крымом. Не обошел премьера и вопрос поставок вооружений силовикам. По его словам, это необходимо для защиты не только Украины, но и Евросоюза. Агрессором Яценюк традиционно назвал Россию, в борьбе против которой Запад должен объединиться. Украина защищает не только себя. Мы защищаем Европу, защищаем международный закон и порядок. Мы должны быть едины. США и Евросоюз. Наше единство – это лучший рецепт и лучший ответ любому агрессору и любой агрессии. Единый и сильный ответ тем, кто хочет подорвать мировой порядок. Нарисовать новые границы после Второй мировой войны. Под Киевом почти сутки пожарные не могут справиться с сильнейшим возгоранием на нефтебазе. Огнем охвачено 16 резервуаров с топливом. Ситуация осложняется тем, что за пылающими емкостями расположены газовые сети, которые могут взорваться. Появилась угроза распространения пламени и на соседнюю топливную базу. Сотрудников обоих предприятий эвакуировали. В зоне ЧП выставлено оцепление. На месте работают усиленные пожарные наряды. Спецтехники не хватает. По тревоге подняты бойцы нацгвардии. Черные столбы дыма видны за километры от эпицентра. Запах гари ощущается даже в Киеве. А жители одного из населенных пунктов сообщают, что утром в их поселке прошел черный дождь. Взрывы резервуаров попали в прямой эфир одного из местных телеканалов. Никто из членов съемочной группы, которая работает на месте событий, не пострадал. По некоторым данным, число погибших в результате ЧП увеличилось до четырех. Все жертвы сотрудники пожарной службы. По меньшей мере пять человек с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы. По факту пожара заведено уголовное дело. В МВД страны заявили, что число версий причин, произошедшего, увеличилось. Помимо нарушения правил хранения нефтепродуктов, правоохранители рассматривают умышленный поджог. Катер украинских пограничников подорвался на мине, установленный силовиками. Об этом сообщила национальная газета «Вести» со ссылкой на источник береговой охраны страны. Ранее военные обвиняли в инциденте ополченцев. ЧП произошло в минувшее воскресенье. Катер пограничной службы подорвался в Азовском море, недалеко от Мариуполя, в четырех километрах от берега. Два человека погибли, пятеро получили ранения. Сейчас пострадавшие находятся в военном госпитале в Одессе. Сегодня Фрунзенский суд Владивостока провел предварительное заседание по делу о крупных хищениях во время строительства объектов к саммиту ОАТЭС 2012 года. Среди обвиняемых известный приморский бизнесмен Олег Дроздов. Он возглавлял компанию, которая выиграла тендер на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в бухте Горностай. По версии следствия, предприниматель вместе с сообщником похитил из госбюджета 300 миллионов рублей, завысив закупочные цены на стройматериала почти в пять раз. Геннадий Картилев из столицы Приморья. Судебное заседание в закрытом для журналистов режиме. Главный подозреваемый по делу Олег Дроздов. Персона во Владивостоке небезызвестная. Бывший директор строительной компании «Востокстройсервис» подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Будьте добры, все вопросы к моему адвокату. Глобальная стройка перед саммитом ОТЭС 2012. Владивосток преображается на глазах. Мосты, студенческий кампус, театр оперы и балета. Этот объект на фоне других был менее заметным, но он стал одним из самых важных для экологии города. Полигон твердых бытовых отходов, мусорная свалка в пригороде Владивостока, масштабы которой были видны даже с космоса, компания Дроздова выиграла конкурс на ее рекультивацию. Предметом уголовного дела стали деньги, потраченные на эту пластмассовую решетку, которая держит земляной вал бывшей городской свалки. Компания закупала ее в Китае по цене 584 рубля за квадратный метр. Но позже сотрудники ФСБ выяснили, что завод-изготовитель оценивал стоимость решетки в пять раз дешевле. Это подтвердили и таможенные документы. Следователи после тщательной проверки установили, что компания «Востокстройсервис» обманула заказчика, присвоив себе 300 миллионов рублей, которые были выделены из госбюджета на рекультивацию старой свалки. Дроздова арестовали в 2013-м, но позже выпустили под залог в 30 миллионов рублей. Сейчас его адвокат уверен, претензий к компании и подрядчику нет, она выполнила свои обязательства. Это дело имеет якобы индивидуальный характер. Эта ситуация крайне сложная, потому что Дроздов, подписывая госконтракт, который он выиграл в открытом конкурсе, он не брал на себя обязательства покупать или не покупать по стоимости, которая была определена. Этим госконтрактом она не определялась. Рассмотрение этого дела может затянуться на 10 месяцев, предполагают специалисты. Сейчас ведутся многочисленные строительно-технические экспертизы. Около 80 человек выступают в качестве свидетелей обвинения и защиты. За два года следствие по громкому уголовному делу подвергалось давлению со стороны коллег и иностранных партнеров Олега Дроздова. Ведь он в строю и продолжает вести бизнес. К примеру, сегодня является учредителем очередного глобального проекта – «Игорной зоны» в Приморье. Ее тоже планировали построить к саммиту АТЭС, но до сих пор не сдали в эксплуатацию. Геннадий Картелев, Роман Статнов. Дальневосточное бюро этого центра. Владивосток. Около сотни человек были арестованы в Париже в ходе полицейской операции, целью которой было выдворение нелегальных мигрантов. Однако среди задержанных оказалось и немало парижан, вставших на защиту нелегалов. Рядовая операция обернулась серьезными столкновениями. Подробнее Сергей Псурцев. 18-й округ Парижа – не самый благополучный район столицы. Но массовые волнения охватили его, когда усиленные наряды полиции и жандармерии прибыли, чтобы выдворить нелегальных мигрантов. Обычный полицейский рейд встретил неожиданное сопротивление. Причем не со стороны нелегалов, которые в основном спокойно следовали приказам полиции, а со стороны общественных активистов. Они встали на их защиту. Полиция налетела неожиданно. Эти люди, в основном из Судана и Эритреи, они ничего не сделали. Ими никто не занимался. Они жили здесь в ужасных условиях, замерзали по ночам. Мы приносили им какую-то еду еще с воскресенья. Полиция действовала как обычно. Некоторые мигранты, увидев стражи порядка, успели разбежаться. Но дальнейшие аресты встретили неожиданное сопротивление правозащитников, которые попытались стать живой цепью и не допустить полицейских к зданию, где ночевали нелегалы. Активисты встали в круг, загородив собой мигрантов. А полиция, в свою очередь, окружила их и стала их хватать и запихивать в машины. Полиция применила силу, чтобы выполнить поставленную задачу. В итоге арестовывать стали правозащитников. В первую очередь тех, кто пытался сопротивляться стражам порядка. На место скоро прибыли чиновники местной префектуры. Но разорядить ситуацию не удалось и им. Противостояние только нарастало. Полиция даже была вынуждена применить слезоточивый газ. Правда, в сумятице, которое творилось во дворе здания, от газа пострадали и несколько полицейских. Подобные полицейские рейды проходят в Париже не первую неделю. Однако с таким сопротивлением власти столкнулись впервые. Сергей Псурцев, Илья Титов, ТВ-центр. На Дальнем Востоке усиливают меры контроля из-за распространения коронавируса в Южной Корее. Число погибших от заболеваний в этой стране достигло 7 человек, почти 100 зараженных. Президент республики призвала граждан не поддаваться панике. А в правительстве сообщили о намерении остановить распространение инфекции уже к концу недели. В Корее действует третий, предпоследний уровень биологической опасности. Закрыто около 2000 учебных заведений, отменены массовые мероприятия. Михаил Шакаян следит за ситуацией. Еще накануне глава Южнокорейского министерства здравоохранения заявлял, пик распространения ближневосточного респираторного синдрома придется на понедельник. А уже сегодня от осложнений, вызванных коронавирусом, в больнице Сеула скончался очередной седьмой пациент. Смертельно опасным заболеванием за прошедшие сутки заразились еще 8 человек. Число инфицированных достигло 95. Южнокорейская система здравоохранения позволяет людям за небольшие деньги посещать крупные медицинские учреждения. Большое количество граждан пользуются этими возможностями. И я думаю, что многие из тех, кто ожидал приема, могли оказаться в близком контакте с зараженными. Повышать уровень биологической опасности с третьего до последнего четвертого правительства республики пока не собирается. Но корейцы настолько обеспокоены стремительным распространением инфекции, что многие боятся даже выходить из дома. Бизнесмены, в свою очередь, подсчитывают убытки в розничной торговле, туризме и других отраслях экономики. Резко упали продажи. На встрече с кабинетом министров южнокорейскому лидеру даже пришлось обратиться к нации. Обеспокоенность людей понятна, но я надеюсь, что они не поддадутся панике и будут сотрудничать с властями, поскольку в противном случае это может подорвать экономику страны. Я прошу подготовить адресные меры противодействия этой угрозе для всех регионов и всех слоев общества. Распространение ложных слухов об инфекции, заявляет корейское МВД, будет строго караться. Олиц с подозрением на заражение в случае их появления в публичных местах полицейские перегрозили изолировать в медучреждения. Но как будут выявлять инфицированных, пока непонятно, ведь все начинается, как обычная простуда. Сегодня начала работу совместная группа экспертов из Южной Кореи и Всемирной организации здравоохранения. Группа оценила работу правительства Южной Кореи и отметила, что одной из главных задач должно стать максимально открытое распространение детальной информации о ходе борьбы с заболеванием. Заболеванием, которое из обычного кашля и температуры быстро перерастает в пневмонию и смертельно поражает легкие. Наибольшему риску подвержены люди с ослабленной иммунной системой. Не помогают никакие вакцины и лекарства. Точно известно пока одно, когда и как коронавирус попал в Южную Корею. Первый случай был зафиксирован 20 мая у гражданина республики, вернувшегося из Саудовской Аравии. Там за последние три года с синдромом заразились более тысячи человек. Правительство предпринимает меры, чтобы блокировать возможное распространение инфекции. На ежедневных встречах мы будем координировать действия между правительством, местными властями и экспертами. Тем временем, передает агентство Reuters, власти Гонконга рекомендуют китайцам отказаться от поездок в Южную Корею без особой необходимости. Ростуризм, в свою очередь, предостерегает россиян путешествия в Азиатскую республику и на Ближний Восток, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Пока лучше отложить. Михаил Шакаян, ТВЦ.